так привет друзья итак пора уже заканчивать наконец-то тренинг по защите каракан у нас остался последний этап редкие варианты последний седьмой этап сейчас я покажу вам план тренинга наконец-то мы все составили и так после ходов е4 c6 на этот раз тренинг будет длиться три недели на первой неделе будут изучаться видео лекции по теории которые я подготовлю к пятому ноября то из 5 числа тренинг считается официально запущенным с 5 ну про дни недели про даты поговорим позднее пока что у нас будет на первой неделе на первой неделе мы будем изучать редкие ходы типа на втором ходу ход белых b3 f4 g3 не знаю и д3 а также изучим гамбитную систему это d4 d5 f3 или экстремальный каракан по алексею михайловичу безгодову это называется вот эти 5 редких вариантов будут изучаться на первой неделе и наигрываться тоже почему именно они то есть по каждому из них я сделаю ролик не факт что каждый из них удастся наиграть но вероятность достаточно высокая почему именно они потому что здесь получаются даже для редких вариантов достаточно самобытные позиции которые в других вариантах защиты каракан не встретишь то есть пешку на f3 мы допустим не увидим ни в одном из человеческих нормальных вариантов защиты каракан на второй неделе будет наигрываться линия с конь c3 d5 и теперь и конь f3 так называемая система двух коней и ферзь f3 вариант шпильмана и модный вариант придорожного кабанова ферзь е2 сургутских шахматистов модный в узких кругах да вот этим вариантом будет посвящена вторая неделя на третьей неделе будут разбираться новый каракан это что что такое новый каракан это же ход g6 после хода конь c3 ход g6 после хода конь d2 и также всякая чепуха после хода конь c3 то есть а6 b5 а6 конь f6 ну и после хода конь d2 наверное ходы типа а6 и а6 помимо хода g6 стоит изучить у меня этого не записано в плане тренинга ну я вам об этом сообщил не только после хода конь c3 но и после хода конь d2 вот эти редкие варианты мы с вами поизучаем и попробуем наиграть но основное внимание конечно будет уделено ну так называемому новому каракан теперь очень важный момент а вот так теперь я снова появился на экране и сейчас немножечко по расписанию нет расписанию давайте чуть позже кто значит у нас имеет уже персональное приглашение дело в том что у меня был турнир честь того что нас три тысячи триста тридцать три подписчика и на нем завоевал второе место первое посчастливилось занять мне второе место и право бесплатного участника шахматист который со мной связался сказал что ему участие в тренинге не интересно но свое право бесплатного участия он передает международному гроссмейстеру якову геллеру не знаю захочет ли яков сам принять участие я с удовольствием готов и его принять на эти тренинги или кого-то из своих учеников он направит уже такое право за ним я конечно сохраню но мне было бы интереснее если бы яков сам принял участие может быть подскажет в каких-то моментах мне окажут помощь проведение в этом случае в любом случае он скажет свое мнение как можно улучшить это будет очень ценно вот ну и право участия в тренинге за 50 процентов от стоимости участия завоевал международный мастер из далее с дальнего востока олег рычков тоже может сам принять участие может кого-то направить вместо себя стоимость участия в тренинге 3000 тут у нас три недели то есть выглядит достаточно логично это сумма ну и соответственно скидка 50 процентов также принимает участие у нас алексей мухин изначально планировалось 6 этапов 7 этап образовался в течение тренинга и полностью весь тренинг проплатил алексей мухин то есть он тоже у нас будет принимать участие в седьмом этапе без оплаты потому что он проплатил вообще весь тренинг вперед и в общем будем считать что то что этап образовался лишний это в общем-то не его вина наш не смогли сразу предугадать теперь по времени по времени сейчас один момент переход давайте по времени расскажу итак на первой неделе с 5 по 7 число к пятому числу я вам вышлю ролики по каждому из вариантов которые нужно будет изучить еще раз давайте вам их покажу на доске это редкие ходы f4 g3 d3 ну и после d4 d5 ход f3 по каждому из этих роликов о из этих вариантов будет сделан отдельный небольшой ролик с моими рассказами плюс подготовлены по каждому из вариантов ну какая-то база из партий ну или структурный файлик для союзе и если уж совсем не было ничего стоящего внимания в тех партиях которые были сыграны или ну точнее сказать я не нашел такого когда просто структурный файлик с объяснениями 8 ноября это будет пятница будет первый тематический турнир в котором эти варианты мы будем наигрывать с десяти вечера как вы видите с 8 вечера до 21 30 по москве в субботу 9 числа с 11 утра до 12 час у нас будет разбор сыгранных партий но у меня просьба будет так как ко всем участникам тренинга высылать мне те партии которые вы считаете нужным разобрать именно вместе со мной если таких не будет то несмотря на то что партий в тематическом турнире я буду комментировать в прямом эфире если вы не будете высылать партий которые вам интересно разобрать со мной я буду разбирать свои партии ну или какие-то может быть партии важные для вариантов удастся найти через полчаса после окончания разбора будет тематический турнир на следующий день опять же в воскресенье 10 числа с 11 утра по москве разбор сыгранных партий с 12 30 полутора часовой тематический турнир в понедельник вечером разбор сыгранных партий и с 12 числа будем считать что вы будете изучать следующие лекции по теории также изучение ключевых партий лекции и подборочку партий уже по другому варианту по конь c3 d5 и здесь система двух коней ходы ферзь f3 ферзь e2 ну и плюс всякий всякая другая шелуха типа d3 например я так смотрю вроде не проигрывает ход и вполне может применяться может быть g3 кем-то применялась может быть f4 здесь кто-то играл то есть эти моменты если вы вдруг увидите что какой-то важный вариант не дай бог пропущен в тех файликах которые я вам вышлю которые вы увидите под роликом а вы принимаете участие в тренинге конечно пишите ну запишу лишнее видео 1 2 3 ну и схема тоже самое то есть на следующей неделе то есть в пятницу первый тематический турнир по изученным вариантам в субботу разбор сыгранных партий через полчаса после него тематический турнир то есть небольшой отдых в воскресенье также разбор турнир и в понедельник снова разбор сыгранных партий то есть турниров будет больше турниров больше чем во время изучения обычных вариантов то есть на предыдущих этапах тренинга разборов больше но вообще я так смотрю вроде эффективность и именно такого тренинга вроде бы она повыше чем просто изучение теории потому что ну теория она потихоньку забывается а если вы что-то изучили на практике то вам уже проще потом работать за доской даже если вы забыли так ну и что еще важно сказать а важно сказать что заполняйте google форму под описанием ролика у нас есть google форма если вы хотите принять участие заполняйте и технический директор с вами непременно свяжется и все обговорит то есть как куда что а и например еще раз тем участникам которые у нас участвовали в предыдущих этапах тренинга тоже стоимость для них не 3000 а те кто вот в самом первом принимал участие 2 а те кто принимал участие в принципе в третьем в тренингах в этом году тренинги начались год назад для них две с половиной для новых участников 3 спасибо за внимание с вами был международный гроссмейст Роман Ивечкин изучайте описание под видео заполняйте google форму принимайте участие скоро начнем 5 ноября уже недолго недолго